Всем привет! Я Саня Давыдов. А я Вова Архимен. Ребята, в Москве уже холодно, осень, дожди. И давайте сейчас прям сделаем небольшой флэшбэк в лето, когда было тепло. Почему? Было тепло, потому что было лето, светило солнышко. А Володя в тот момент был просто занят, просто занят. Поэтому мне пришлось вырваться, ведь через Москву пролетом был Артем Селин. Парень из сборной Германии, но родом из России. И мы просто не могли упустить возможность записать этого интересного чувака. Поэтому, да, давайте-ка послушаем, как же сложилась его судьба. Почему не получилось в сборной России, но зато сейчас он разрывает за сборную Германии. Наверное, даже по-немецки говорит, ну, Саня, рассказывай. Давайте лучше просто посмотрим. Я уже на тот момент переехал в Германию, но я готов был вернуться. Для каждого среднего пловца есть возможность сегодня уехать, например, в Штаты. Был бы тренер, я бы готовился. Это немцы тебя так прокачали? Почему такой результат? Ну, прям взлетел. Ты не учишься, ты никому не нужен. Какие основные различия в немецком спорте относительно нашего? Когда он говорит прыгать, с пятого этажа не прыгать. Артем, надеюсь, Саня тебя не слишком утомил своими расспросами. Русская водка, немецкое пиво? Когда мы выбирали страну, куда переезжать, мы тоже на это обратили внимание. Тем, привет! Здорово! Спасибо большое, что приехал, пришел. Ты на чемпионате России 2019 года выступал еще за Россию, за Красноярск, а уже буквально через месяц, через два плыл на первенстве Европы за Германию. Как вообще так получилось? Почему? Почему? Как ты оказался в Германии? Я на самом деле сам не ожидал, что так выйдет. Я планировал, я готовился выступать с Россией, но в последний момент все сложилось именно так, что я увидел перспективу именно плыть с Германией. То есть я разговаривал с тренерами, я был готов выезжать на соревнования с Россией. Я уже на тот момент переехал в Германию, но я готов был вернуться. А напомню, почему ты переехал в Германию? Как семейные обстоятельства? Мы сейчас с тобой как раз разговаривали про Красноярск, про мой город. Красноярск, кстати, чемпион по загрязнению воздуха. И мы с семьей решили переехать из-за экологии, из-за образования. А плавание тоже было второстепенным. Что основное повлияло на то, что ты стал выступать за Германию? Слушай, ну в Германии, например, не знаю, как в других странах я не жил, относительно России, институт образования и плавания, он как-то более кооперирует с собой. То есть ты можешь учиться и плавать. Ты можешь получить классное образование, тебе будет помогать по школе, там приходят репетиторы ко мне, мы занимаемся. Все уроки, что я пропускаю из-за тренировок, я их нагоняю. Из-за этого проще получить образование достойное, какое я хочу. Они помогают очень сильно. Нужно ли получать гражданство? И как ты получал или не получал гражданство, чтобы выступать в другую страну? Да, естественно, ты можешь выступать в другую страну, только имея гражданство данной страны. А получал я его уже под другой схеме. Это никак не связано с плаванием, с образованием. Это уже наше семейное. Давай поговорим немного про менталитет немецкого плавания и немецкого человека. В принципе, начнем со спорта. Какие основные различия в немецком спорте относительно нашего русского? Как мы уже с тобой говорили, самое главное отличие в образовательно-спортивной системе. Назовем это так. Если ты хорошо плаваешь, ты показываешь классный результат, но ты не учишься, ты никому не нужен. Очень важно именно совмещать это дело. И как раз там для спортсменов делается все, чтобы они хорошо учились. А как это? Просто подстраивается учебный план под тренировочный и соревновательный процесс? Да, все очень индивидуально. Подходишь напрямую, разговариваешь с директором школы. Директор школы там твой друг. Просто подошел ему лаву пожал. Вот у меня здесь, здесь там тренировка так и так. Он тебе говорит, чтобы ты не отставал сильно от своих одноклассников. Ты себе выбираешь репетиторов. Как проходил отбор? То есть отбирался же ты на России. Как тебя взяли в сборную Германии? Я отбирался и там, и там. Ты на чемпионате Германии тоже был? Да, я на тот момент жил в Германии. Там немного другая система отбора. Там нужно было за три месяца показать определенный результат. Я его показал. Потом поехал на Россию. Там тоже... Нет, с России я как раз не отобрался. Ты... Я видел, у тебя были плохие результаты, но в списке ты был. Ты был в списке на Европу, но по результатам там прям было не очень. Да, Лидия Александровна решила мне все-таки внести в эти списки, хоть я не прошел отборочного времени. А я не знаю, кстати. Я тоже был удивлен очень этому. Я не показал там достойный результат, потому что я приехал на чемпионат России сразу же после соревнований в Гаге. А что там за соревнования были? Я, кстати, не помню. Какая-то просто европейская встреча. Понял, понял. Ничего серьезного. Еще про первенство Европы. Ты его выиграл. Ты победитель первенства Европы, причем двухкратный. И двухкратный рекордсмен Европы среди юниоров. Полтинник ты проплыл, ну, на мой взгляд, прям с бешеным результатом. 21-83. Это быстро. Это немцы тебя так прокачали? Почему такой результат? Он прям взлетел. Одна поправка. У меня уже только один рекорд остался. Сборная России побил. Да, 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 да. Ну, на момент, кстати, соревнования. Поздравляю. Как? Кто меня прокачал? Нет, не немцы. Я и тут готовился. Если бы я не работал в Красноярске, в России, со своим первым тренером, я бы не показал такой результат. Какие бы там ни были у нас сейчас отношения с Красноярским краем, с Красноярским плаванием, с моим тренером лично, все-таки это его тоже результат. Давай тогда передадим привет твоему тренеру России. Привет, Семен Сергеевич. А каково было именно на первенстве Европы обгонять сборную России, стоять на Бьедестале выше них? Чувства опиши свои. Это было очень тяжело. Я стоял, мы, получается, плыли в эстафете, по-моему, на седних дорожках. Первые два этапа были не за нами. Тогда мальчики плыли. Да, там плыл Щеголев, плыл Минаков. Они нас тогда обгоняли. Я был вторым этапом. И когда вот я понял то, что девочки наши с Германией догоняют, у меня вот одна мысль, как бы это радость, то, что все-таки есть там шанс выиграть, как мы рассчитывали. А второе какое-то вот недопонимание, как будет потом? Ну вот как все-таки стоять на пьедестале, там, когда реально Россия, та страна, где ты работал, будет стоять ниже тебя? Так и как стоять на пьедестале, когда Россия ниже? Все-таки я победитель первенства Европы тогда был. Первый раз им стал. Я был рад. Ну, это круто. А может как-то спортсмены нашей, в смысле сборной России, тренеры подходили, поздравляли, как-то общались, обсуждали это? Спортсмены, да, конечно, некоторые подходили, с которыми у меня, с которыми я лично общаюсь. Поздравляли. Вне зависимости там от флага на трусишках. Естественно, кто-то там, как так? Ты же вот с нами готовился, ты же с нами должен выступать, ты же наш спортсмен. Как ты вообще там оказался? Я как-то смирился, мне тоже было тяжело. Все равно российский спорт, он воспитывает в тебе патриота. Но в личном первенстве этот патриот, это уже что-то лишнее. Скорее, он больше отвлекает, по-моему, мнению. Нужно, да, нужно настраиваться на собственный результат. От тебя это отвлекало? Я выкинул все эти патриотические мысли перед стартом. Абсолютно мне было все равно, там, кто что думает, кто что скажет. Я вот именно готовился к полтиннику. Почему ты не поехал на первенство мира и на чемпионат мира? Потому что результат на первенство Европы был очень крутой. Ты мог бы на что-то претендовать на более крутых соревнованиях. На чемпионат мира я не поехал просто потому, что я не успел отобраться. Там была такая же система, нужно было в течение трех месяцев показать определенный результат. Я его не показал. А результат с первенства Европы не считаешь? Нет, с первенства Европы не считаешь. Тогда уже отбор закрыт был. А на первенство мира я не поехал. Это было принято решение вместе с моим старым тренером, который сейчас уехал в Австралию. Тренер из Германии? Я вообще работал с тренером голландцем. Тренер из Голландии, работал в Германии по контракту. И сейчас этот тренер уехал в Австралию. Там вообще все сложно. Интернациональный мужик. Так, а почему такое решение было принято? У меня не было... Был бы тренер, я бы готовился. Я все-таки хотел работать с тренером, с командой. Команда у меня распалась, тренера у меня не было. И мы подумали то, что следовало бы лучше отдохнуть перед олимпическим сезоном, потому что сезон будет длинным, сезон будет тяжелым. Смотри, в России, ну и в странах СНГ есть разряды, звания. Насколько я знаю, в Европе, там, в Азии, на Западе этого нет. Как вообще ранжируются достижения спортсменов в Германии? Да, ты прав. В Германии нет никаких разрядов. Мы, кстати, туда, когда переезжали, постоянно писал то, что мастер о спот. На самом деле им это вообще ни о чем не говорит. У них просто есть понятие ты в сборной, ты в олимпийской сборной, ты просто во взрослой сборной, ты там в предолимпийской сборной и так далее. То есть чисто регалии, именно которые ты показываешь на соревнованиях, места и наличие в сборной и все. Да, больше ничего не. Твой результат. Три качества главных идеального человека. Целеустремленность, осознание того, с чего ты начинал, с кем ты начинал. То есть вот проходить тот путь... Осознание, да, своего пройденного уже пути. И еще один. Третье качество. Третье качество. Тяжело. Классный вопрос. Ну, что-нибудь банальное, я не знаю. Умение строить планы на будущее. Тоже именно. Осознание пройденного пути и как ты видишь картинку своего будущего, кем ты видишь себя. Это важно. Тогда как ты видишь картинку своего будущего, кем ты видишь себя, хотя бы ближайшие там. Насколько у тебя есть планы? Может быть, не стоит про это говорить? Просто это какой-то, знаешь, про это не стоит разговаривать. То есть ты видишь картинку, она должна быть именно внутри тебя. Я согласен. Ты много говоришь, ее распространяешь. Как ты думаешь, с чем связан застой, на мой взгляд, застой немецкого плавания в последние лет? Ну, 8, наверное. Раньше была одна из лидирующих наций. Брита Штефан, Бидерман. До сих пор его рекорды стоят. А сейчас, ну, редкие гости на пьедестале на Европе. Да, так и есть. Это, кстати, тоже, когда мы выбирали страну, куда переезжать, мы тоже на это обратили внимание. Почему так? Я считаю, что в силу... Система. Там неправильно построена система в федерации плавания. А что? В чем она неправильная? Там тренеров... В принципе, менталитет у людей другой. То есть, если там русский человек, он готов где-то терпеть, где-то там что-то промолчать, чтобы получить какую-то такую должность. А там люди этого не терпят. Вот, например, мой тренер с Голландии, он приехал туда, его там начали вгонять в рамки. Делай то-то, вот делай это. Это неправильно ты делаешь, правильно вот так. Это ему не понравилось. Он взял, уехал. У него не было никакой свободы. Вот тренеров там зажимают. Из-за этого нет какого-то притока свежих мыслей. Остались там старые тренера в основном, представители такой, старая школа. Нет ничего нового. Германия же до сих пор делает классных спортсменов на длинной дистанции. Уэлброк, Флорин Уэлброк, который сейчас выиграл полторашку и десятку. Какие дальнейшие цели и планы именно в плавании? Вот может на Олимпийский сезон ты сказал важный. Какие на него планы и что вообще собираешься? Естественно, самая высокая, самая главная цель на этот сезон это Токио. Отбор. Отбор в Токио. И в Токио я бы не хотел просто скататься туристом. Я бы хотел попасть в финал. В финале уже показать достойный результат. В топ-5, наверное. В топ-5 для тебя будет прям круто. Прям круто будет топ-3, естественно. Топ-1? Топ-1? Да, но я бы хотел зарубиться с сильными игроками, так сказать. Полтинник-роль? Да. А сотня? Сотню не готовишь? Сотню готовлю тоже. Буду готовить к эстафете. Сотня у меня тяжелее. Я не знаю, как бы не хотел, да. Но будем работать. Сейчас видео-вопрос тебе от моего соведущего Архимена. Артем, надеюсь, Саня тебя не слишком утомил своими расспросами. Но теперь давай, минуточка нормальных, человеческих, адекватных вопросов. Ты говорил, что любишь читать. А что именно? Какие книги любишь? Я читаю вообще один определенный жанр. В основном это бизнес-литература. Но этот жанр подходит не всем. А вот, я думаю, книжка, которая понравилась бы каждому и которую я советую каждому, кто-то у меня спрашивает, это все-таки алхимик. Почему? То есть это вообще бестселлер на все времена. Это лучшая книга там. В каждом абзаце есть определенная мысль, которую можно просто выбирать оттуда, запоминать. И это может быть твоим жизненным девизом. Вот в каждом абзаце есть такая идея, такой смысл. Написано оно очень просто. Я ее прочитал в половину книги, пока в автобусе ехал. Я понял. Смотри, я слышал, что многие говорят, надо совмещать художественную литературу с, ну вот типа бизнес-литературой. Ты так не считаешь? Ты говоришь, только бизнес читаешь в основном? Я читаю только бизнес. Может быть, да, кто-то говорит, что нужно сочетать художественную с бизнес-литературой. Тебе удобнее только бизнес читать? Да, я читаю только так. Окей. Просто мне надо закончить мысль. Да. Из книги я должен выносить что-то для себя полезное. Из художественной литературы я не выношу так много, как из бизнес-литературы, из каких-то там практических тренингов и так далее. Мне проще все-таки оттуда вытаскивать информацию. А ты смотришь кино и сериалы? У тебя вообще есть на это время? И если есть, то что предпочитаешь? Какие фильмы? Какие сериалы? В последнее время, вот, я как переехал в Германию, я вообще не смотрел практически фильмы. До этого смотрел. В основном перешел на книги, но любимый фильм, наверное, «Револьвер». То, что ты такая сюжетная линия посмотри обязательно. Хорошо, хорошо. А так? Достаточно редко. А бизнес-фильмы там, бизнес? Может, YouTube-бизнес тоже чей-то какой-нибудь? «Оскар Хартман» смотрю. «Смотрел» опять же. Сейчас уже достаточно долгое время, я ничего не смотрю. Не знаю, просто как там на YouTube-чике не появляются видео интересные, знаешь, которые там привлекают взгляд? Ну да, да. Раньше заходил каждый день, «О, что-то интересное, там, о, новое видео, классно». Взрослеешь, может? Возможно. Ну, а что по поводу музыки? Уже полностью перешел на «Рамштайн» или нет еще? Что предпочитаешь? Я слушаю очень много всего. У меня в наушники заряжаю практически каждый день. Слушаю музыку всех жанров. В основном это рэпчик русский. Топ-3 русских рэпера. Первое место я отдам Басте за его продуктивность, за то, что он очень многогранен. Второе... Извини, ты отдаешь ему первое место как личности или как рэперу? Я как личности, я как рэперу. Вот именно он все совмещает. Да. То есть я всегда поражаюсь таким людям, которые могут быть и там, и там, и там, и везде преуспевать. Ну, это талант. Скриптонит, Адам. Скриптонит, не знаю, просто мое. Ну, он... Вот если Баста пишет много всего, все классно, то Скриптонит пишет один трек, и этот трек просто взрывает все. А и третье место? Третье место я отдам... Я отдам Яниксов. Почему? Это же просто кайфово. Блиц, два варианта, выбираешь один быстро. Немецкие колбаски или русские котлеты? Русские котлеты. Русская водка, немецкое пиво? Немецкое пиво. Как зовут президент России? Владимир Владимирович, как его там? Фамилию, которую нельзя произносить. Как зовут президент Германии? Меркель, президент Ку. Там канцлер вообще не президент. Там есть президент. Поэтому такой вопрос, да. Там есть президент Франк Вольтер Штайнмайер. Президент в Германии? Да, да. Там есть канцлер, это Ангела Меркеля, есть президент. В Германии есть президент. Ого, поймал ты меня. Точный порядок цветов русского флага? Белый сверху, синий и красный. Точный порядок цветов немецкого флага? Ого! Черный сверху, желтый, красный? Могу ошибаться. Черный, красный, желтый. Черный, красный, желтый. Где... Цвета зная уже неплохо. Да. Где девушки красивее? Сто процентов здесь. В России? Да. Мерседес или Лада? Даже не знаю. Ну, наверное, Мерседес. Почему надо ребенка отдавать на плавание? Ребенка отдавать надо просто в спорт в любой, не в факт, что в плавание. Плавание хорошо именно тем, что ребенок у вас будет здоровым. Ну и воспитание, а также личность. Спорт очень сильно воспитывает личность. Практически спорт воспитывает тебя патриота. Что тоже, кстати, ну, с одной стороны, это неплохо, как я считаю. А с другой? А с другой стороны, это отвлекает, когда переходит определенную черту. Да, согласен, согласен. Тем, как ты считаешь, какие вообще перспективы может плавание открыть для человека? Я этот вопрос пересмыслил за последний год. Когда как раз я переехал в Германию, это очень крутой вопрос, очень важный, который я тоже хотел бы поднять. Плавание на самом деле, казалось бы, такой незаурядный вид спорта, да, там, ну, нельзя получить какие-то большие контракты, суммы, естественно, если ты не топовый пловец. Но для каждого пловца, для каждого среднего пловца есть возможность сегодня уехать, например, в Штаты. Я эту возможность видел только сейчас. Тоже общаюсь с некоторыми ребятами из Соединенных Штатов Америки. Зовут в институты, и я считаю то, что это очень круто. То, что такие возможности открываются, наверное, тоже из информационных технологий. А тебя кто-то узнает, тебя кто-то зовет, или там, ты можешь, как спортсмен, не знаю, кандидат мастера спорта, найти институт в Америке. Все это есть на сайте NCAA, ты можешь отправить им письмо, сказать так и так, я там спортсмен, хочу учиться, хочу плавать. Они тебя увидят, они тебя сто процентов увидят, и ты можешь просто уехать из провинции, из Томска, или там, какой-нибудь Иркутска, Красноярска, уехать в Нью-Йорк, уехать плавать, заниматься своим любимым делом, уехать учиться, ну и выйти уже оттуда человеком мира. Почему ты думаешь, у нас никто про это не говорит? Если ты не будешь спрашивать, не будешь лазать в интернете, ты не узнаешь про это. Почему у нас такие возможности не популяризируются? Мне, во-первых, хочу сказать, что очень обидно за это. Очень обидно то, что мой тренер не рассказал нам про такую возможность раньше. Потому что я считаю то, что, скорее всего, многие ребята бы остались с моей группы, с Красноярской, которые сейчас уже бросили. А не рассказывать про такие возможности только в своих интересах. Чтобы не уходили. Да, не интересно российской сборной, чтобы их там спортсмены хорошие уезжали в Штаты, учились там, плавали с другой клуб. Им интересно, чтобы они готовились по российской программе. Скорее всего, опять же. Я могу только предполагать. Это Штаты, а с Германией как? Вообще Европа, не знаешь? В Германии другая немного система. В принципе, в Европе образование бесплатное выше. То есть ты можешь приехать в институт. Приехать в институты в любой, в любую страну, в любой город, получить бесплатное образование. Не важно, будешь ты пловцом, там, футболистом, баскетболистом и так далее. Да, естественно, есть плюсы. Тебе будут помогать, если ты спортсмен. Но как таковой связи нет. Это больше, знаешь, такой плюсик для тебя. Тебе, может быть, там где-то что-то закроют. Но в Штатах эта система больше развита, чем в Германии, хочу сказать. Будьте честными со своими спортсменами и открывайте перед ними больше возможностей. Тогда и плавание в России будет расти. Да, так и есть. И три главных совета начинающим, давай даже, спортсменам от рекордсмен... от юношеского рекордсмена Европы Артема Селина. Главный совет, он один, не слушайте никого. Вообще, никакие советы. Тренера не слушай. Это для каждого. Слушайте себя. По-моему, Вова Морозов сказал мысль, что 80% зависит от спортсмена. Ну, безусловно. Я думаю, то, что 60-70% зависит от спортсмена. Тренер, конечно, важно. Слушайте тренера. Но когда он говорит прыгать, с пятого этажа не прыгайте. Вот так. Слушайте себя. Так, Тём, что мы сегодня разыгрываем? Мы сегодня разыгрываем майку Team Germany. Опа! Вот она к нам и прилетела. Вот она майка прямиком с Казани, с европейского первенства. Я, кстати, её ни разу даже не распечатывал. Новенькая майка сборной Германии, экипировка сборной Германии, эксклюзив. Размер какой там? XL. Размер XL. Ну, девочкам как платье пойдёт маленьким. Слушай, неплохо. Да. Ко мне сейчас рассказываю предысторию небольшую. На первенстве Европы, когда как раз мы выиграли эстафету, мы стояли со своей командой на пьедестале, тоже на первом месте, играл в гимн Германии. Я, естественно, как патриот, гимн Германии не пел. Я его, в принципе, просто не знал. И надо мной подходили русские ребята, очень сильно там так подстёбывались немного, что вот как так, подучи, иди гимн. Не знал я, что им ответить. Может, вы мне подскажете? Вам, друзья, надо придумать самый оригинальный, остроумный ответ гражданам, членам сборной России, которые пытались подколоть Артёма, потому что он не пел гимн сборной Германии. Потому что он неграмотный. Потому что, как он думает, он неграмотный. Тот, кто лучше всего справится с заданием, получит вот эту футболку. Футболку ареновскую сборной Германии, прямиком с первенства Европы в Казани. Мы с Тёмой вместе выберем победителя. Пишите в комментариях, лайкайте видео, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Тём, скажи, пожалуйста, на немецком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо, спасибо большое. Давай, спасибо, пока. Вот такой вот он, Артём Селин. Ну, вы сами всё прекрасно видели, дорогие друзья. И вот такие вот мы красавчики, потому что для вас, значит, дорогие подписчики подготовили специальные призы. С эксклюзивным дизайном от небезызвестного бренда в коллаборации с Marvel. У меня шапочка с Капитаном Америкой. А у меня Человек-паук. Посмотрите на эту красоту. А шапочки нам предоставил кто? Магазин Art Swim Shop, партнёр этого выпуска. Ссылка на него, естественно, будет в описании. Обладателей этих шапочек мы выберем рандомно, условия очень простые. Всего четыре условия. Это быть подписанным на меня в Инстаграме, быть подписанным на Володю в Инстаграме, на Артёма Селина в Инстаграме и на Ютуб-канал Водный. Кого случайным образом выберет Саша, тому достанется шапочка с Капитаном Америкой. Кого выберу я, тому вручим шапочку с Человеком-пауком. Участвуйте, любите плавание, кайфуйте от плавания. Увидимся на Водном. Пока. Пока.